МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я вас приветствую в эфире телерадиокомпании ГРТ на ваших телеэкранах программы «Обсуждаем вместе». Меня зовут Ирина Кара. 8 апреля – Всемирный день представителей ромской национальности. И задолго до сегодняшней даты в нашу редакцию пришло два письма. Разрешите, пожалуйста, мне их зачитать. К нам обратились представители в лице Сергея Думиника, который просил организовать передачу на ГРТ, посвященную Международному дню ромов, который проводится во всем мире. Ваше телевидение всегда любезно освещало это мероприятие, которое важно для нас. И в этой связи продолжайте давнюю традицию. Я готов быть в качестве гостя на вашей программе. Еще одно письмо, которое пришло в нашу редакцию. Также письмо написал Блудой Василий вместе с сестрой Филичей. Они просили осветить телерадиокомпанию ГРТ. Их праздничное мероприятие, которое проходило в одном из заведений города Камрад вчера. Съемку мы осуществили. Но для начала, до того, как мы перейдем к просмотру всего материала, который сегодня есть у нас в наличии, в редакции, я бы хотела представить вам наших почетных гостей, которые сегодня у нас в гостях. Итак, это непосредственно сам Сергей Доминика, который изъявил желание быть и считает очень важным говорить на тему ромов на гагаузском телевидении. Ведь на нашей территории очень много гагаузских ромов, как мы это называем. Итак, Сергей Доминика, председатель ассоциации ромов в Гагаузе. Рад вас приветствовать, Сергей. Здравствуйте. Антонина Ивановна Волкова, исполнительный директор общественной организации «Веста». Антонина Ивановна, рада вас приветствовать. И Михаил Петрович Влах, советник Башкана, Гагузи по связям с общественностью и СМИ. Михаил Петрович, рада вас приветствовать. За махом. Мы такой прекрасной компанией. Сегодня мы проведем эту программу, праздничную программу. Итак, уважаемые телезрители, я предлагаю вам для начала окунуться в атмосферу праздника, который царил вчера. Наша телерадиокомпания, как я уже сказала, подготовила сюжет. Мои коллеги побывали на этом празднике. Внимание на экран. Международный день ромов был учрежден на Первом Всемирном конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года и собравшем представителей из 30 стран. Сегодня география расселения ромов включает такие страны, как Албания, Хорватия, Аргентина, Белоруссия, Канада, Бразилия, Россия, Румыния и Молдова. В Камрате на сегодняшний день проживает около 300 граждан ромской национальности, отметила общинный посредник ромов в муниципе Камрат Филичи Аблудой. Сегодня празднуется день ромов по всему миру. Это Международный день ромов. Я хочу поздравить, пожелать всем здоровья в первую очередь, удачи, успехов во всем. В республике Молдова общинные посредники, то есть медиаторы, являются штатными работниками местных органов публичного управления. Филичи Аблудой помогает лицам ромской национальности в разрешении социальных вопросов. Отмечает, что премария муниципия всегда с большой охотой помогает ей в этом. Ромы могут обратиться к таким вопросам, как связано с образованием, устроиться на работу, медицина, культура, организацию каких-то мероприятий для ромов. С Международным днём ромов поздравил и заместитель премара муниципия Камрат Степан Каран. Премария муниципия Камрат всегда рядом с ними, всегда поддерживает их по мере возможностей, в том числе и на этот праздник. Также мы приняли участие в организации его. Камрат, он дружелюбный город, мы здесь всегда рады всем нашим друзьям, всем национально, сами, конечно, всегда мы с ними сотрудничаем и находим общий язык. Вероника Митаки в Камрате проживает около 20 лет. Говорит, что премария Камрата всегда помогает им. Не ущемляет, наша премария всегда для нас двери открытые. Я хочу поблагодарить их за то, что нас не ущемляет, самое главное. Народ ромов в Камрате восхитил своих гостей великолепным мероприятием. Живая музыка и танцы – обязательный атрибут любого праздника ромов. В первую очередь хочу пожелать всем здоровья, храбрости, дружелюбия, чтобы мы всегда друг друга поддерживали и всего самого наилучшего всем. Мы цыгане, вольный люд, нас повсюду узнают. Любим песни, любим пляски. Мы живем, как будто в сказке. Веселимся и поем. Нам и поле – это дом. Нам без праздников нельзя. С Днем цыганов вас, друзья! Празднование Международного дня ромов в Камрате стало не только великолепным шествием красов и звуков, но и символом гордости за свою культурную историю. Все присутствующие смогли почувствовать дух, традиции и величие народа ромов. Алена Терзя, Александр Глеков, Мария Казаку, ГРТ Новости. Мишто Сан, я говорю вам еще раз, Сергей, в рамках нашей программы. Скажите, пожалуйста, вот сплоченность – это отличительная черта ромского народа. Она была всегда с вами на протяжении нескольких веков. Скажите, пожалуйста, вот мы видели в данном сюжете совсем маленькую девочку, представительницу ромской национальности. И, как отметили мои коллеги, которые снимали этот сюжет, она прекрасно владеет своим языком, прекрасно владеет языком тела, танцем, несет гордо культуру своего народа. Скажите, пожалуйста, вот каким образом все-таки и как тяжело или легко вы добивались того, что сейчас имеете? Ну да, когда-то мы были на становлении цыганской общины, и у нас были проблемы и с костюмами, и с тем, чтобы люди выходили куда-то на какие-то площадки определенные, чтобы показывать свою культуру. И эта девочка, это наша как бы надежда, любые дети все надежда. И она видела от своих старших сестер, от своих мам, что они учились танцевать. И это как бы эта культура, как с молоком матери ей впиталась. Поэтому для нее выйти на сцену танцевать уже не составляет какого-то труда или стеснения такого. Вообще она девочка смелая очень, всегда была такой. Дай Бог здоровья. Благодарю вас, Сергей. Михаил Петрович, многие, кто посмотрит сегодняшнюю нашу программу, зададутся вопросом, а почему именно Михаил Петрович в гостях в этой программе, и почему именно он будет участвовать в сегодняшней дискуссии? Честно сказать, я сама была немножко удивлена, когда прочитала, что вы будете сегодня моим гостем. Скажите, пожалуйста, что вы заметили у ромов? Может быть, есть какие-то у нас схожие, у нас, у гагаузов, какие-то схожие черты характера? И как вы относитесь к этому празднику? Приветствую вас, уважаемые телезрители, уважаемая Ирина Владимировна, Антонина Ивановна и Сергей Константинович, которые являются, мне кажется, человеком той семьи, которые на протяжении последних, может быть, 50 лет в Гагаузии, когда еще в Гагаузии не было, в советский период, дядя Костю я его очень хорошо знал. Я был ребенком, пацаном ходил к ним домой с моим дядей, родным моим дядей, он дружил с дядей Костей. С тетей Машей, когда дядя Костя не стало, мы также очень близко были до последнего, и с Таней, и с Валей, и Сережей. И мне было очень приятно, когда пару дней назад Сергей поставил меня в известность и сказал, потому что я знаю, что это есть такой всемирный праздник. И для нас, Ром и Гагаузов, вот у меня по моей улице, наши соседи спокойно разговаривали на гагаузском языке, разговаривали на своем, цыганском, будем так говорить по-простому, на ромском языке. То есть наша культура смешанная, она очень близка, мы действительно по жизни идем вместе. Вот так, если по-честному, даже когда создавалась Гагаузия, и дядя Костя, и многие-многие цыгане, также стояли у истоков и стояли, как говорится, за свою государственность. То есть, поэтому сегодняшний Ром и Гагаузов, это часть Гагаузии, часть гагаузской культуры, это часть нашего этноса. И я, честно говоря, очень рад, что есть такие серьезные, креативные люди, которые продолжают дальше продвигать культуру, продвигать традиции, продвигать родной язык. И на самом деле, мне кажется, что сегодняшняя власть и муниципий, и Камрад, и АТО Гагаузии в целом, если есть такая возможность, я думаю, что во всяком случае она должна присутствовать, мы все должны по возможности давать плечо поддержки именно нашим Ромам. Потому что, вы знаете, народ делает сильнее маленькие народности. То есть мы в многонациональном молдавском народе, мы в одной большой семье молдавской живем, Молдавия чем сильна? Цветущая, красивая Молдавия. То, что у нее много народностей, то, что много национальностей. Колорит. Колорит вот этот вот богатый. И Ромы одни из, как бы, они в этой короне являются тоже своей той частью. Поэтому я благодарю за приглашение. Я очень могу много чего еще рассказать о Ромах Гагаузии. И я благодарю компанию ГРТ, которая вот очень четко подходит ко многим мероприятиям. И вы сегодня показали не только эту девочку, но и старшее поколение, которое вот передает таким детям вот эти вот традиции. Поэтому я очень рад. И мы очень рады, что они сохраняют все-таки вот свой такой этнос, свою изюминку. И действительно, как вы сказали, в короне национальности Республики Молдова, они занимают, являются таким драгоценным камнем в определенной огранке, если можно так сказать. Я хочу Михаилу Петровичу сказать большое спасибо, что он вспомнил про родителей, и что он так тепло взывается. И позвала я его, я думаю, вы меня спросите об этом, почему я позвал Михаилу Петровича, но вы спросили его. Он ответил как бог, конечно. Я считаю, что мы должны идти параллельно в строительстве своей, сохранять свои культуры и традиции, мы должны идти параллельно вместе со всеми народами, которые проживают. А Михаил Петрович, он всегда был благословен к нам, благословен к нашей культуре, всегда уважал наш народ. И для меня была честь его пригласить как представителя власти действующей. Это был, можно сказать, призыв к дальнейшему сотрудничеству. Вот я могу так сказать. Спасибо, Сергей Константинович. Антонина Ивановна, скажите, пожалуйста, что вы скажете? Ну, я приготовила одну цитату. К счастью, дни, когда социальные консерваторы отстаивали открытую расовую дискриминацию и сегрегацию давно прошли. Это слова Джорджа Хасата Такея. Это очень известный американский кинорежиссер и актер. Он японского происхождения. Он в свое время тоже жил в резервации после 1942 года. То есть я хочу сказать, что когда уже основалась Гагаузия, когда только начали создавать общественные организации, мы были пионерами. Вот Мария Захаровна, Доминика, наша организация. И для нас было сложно, но мы держались вместе. Тогда это называлось цыганская община Гагаузии. У нас называлось движение многодетных матерей и женщин-предпринимателей Гагаузии. Но вот остались воспоминания о Марии Захаровне, как человек очень преданный своей культуре, своему народу. Во что бы ни стало, в первую очередь защищала права своих соотечественных национальностей. И очень было приятно всегда с ней работать, потому что когда была возможность какие-то гранты получать, то мы в партнерстве это делали. И это было очень приятно, потому что когда... И она тоже свои проекты реализовывала, она нас брала в партнеры. И вот это вот действительно Гагаузы, цыгане, сейчас мы говорим, ромы, да. Украинцы, русские, молдаване. Каждый вносит свое... Вот правильно я сказала Михаил Петрович, это как корона, да. И на каждом зубчике камень — это отдельная народность. А все вместе мы создаем вот это наше общество многонациональное. И вот большое спасибо ГРТ, что организовали такую передачу. Это очень приятно. В прошлом году, когда в селе Феропонтьевка проходил концерт Международному дню ромов, вот эта девочка, которая выступала здесь, она всех восхитила. Она того красиво, очень красивые были танцы. Были и разные сценки, то есть продвижение своей культуры. То есть вот очень приятно, что в этом году, вот я вижу, что тоже такой праздник и концерт состоялся. Антонина Ивановна, я хочу отметить, что телерадиокомпания ГРТ даже использовала танец цыганочки, цыганский танец. Я сразу прошу прощения за то, что употребляю это словосочетание, но этот танец действительно так называется. Он не называется румский, это идет из издревня. В своем новогоднем огоньке дети танцевали. Это тоже было такое захватывающее зрелище. Я напоминаю для наших телезрителей, что вы можете найти на сайте ГРТ новогодний огонек и посмотреть этот зажигательный танец. Вот Михаил Петрович вспомнил сегодня родителей Сергея Костенча, а я хочу вспомнить также родственников Сергея Костенча, которые жили в Верхнем дворе и жили все детство рядом со мной. Это Георгий Кириллович и Нина Иларионовна. Это, насколько я понимаю, это брат, да? Нет, это мамин брат. Это вашей мамы брат. У него были два прекрасных брата. Василий Кириллович и Федор Кириллович, царство имени небесное. У Василия Кирилловича была дочь Леночка. Я пользуюсь случаем хочу ей передать привет. Это моя прекрасная одноклассница Лена Барбарош Думиника. Я уверена, что она посмотрит эту программу. И хочу отметить, что буквально вот, не знаю, учились мы долго вместе, общались долго. Эти люди были настолько приятными, добрыми. Они всегда в нас детей вселяли такое, знаете, великодушие. Нина Иларионовна и Георгий Кириллович всегда говорили мне, что Ирина, ты должна пойти куда-то на телевидение, выступать где-то. Они никогда не пропускали никого мимо своей души. Каждый человек, каждый сосед, даже соседский ребенок, занимал в их большой душе свое определенное место. Они приучали нас читать литературу, всегда беседовали с нами, уделяли нам внимание, и нам действительно их не хватает. Я уверена, что и ваши родители были такие, потому что это все идет из семьи Сергея Константиновича. И мы вот так плавно переходим к вашей маме, к Марии Захаровне, которая очень много усилий прилагала для того, чтобы помочь своему ромскому народу. Помимо того, что перечислила Антонина Ивановна, я знаю много случаев, когда она помогала в поступлении в ВУЗы, когда затапливала очередной раз пойму реки Елпук. Ваша мама приходила на помощь всем. И не обязательно это были ромы. Это были все национальности и все люди. А сторона Котовская? Это очень важно иметь такие человеческие качества. К сожалению, они сейчас есть не у всех. И также я хочу отметить, что ваша мама энное количество времени возглавляла общину у ромов в Гагаузе. Сергей Константинович, я хочу продемонстрировать и вам, уважаемые гости, архивные кадры, фотослайды из нашего архива для того, чтобы наши телезрители также вспомнили эту великую, прекрасную женщину. Ведь у гагаузского народа есть Мария Мурневич, а у ромского народа есть Мария Доминика. Самое первое большое достижение, я считаю так, что это после наводнения нам пришлось при помощи Республики Молдова, правительства Республики Молдова, нам удалось переселить наших цыган, за что им была уплачена большая компенсация. Затем мы занимаемся очень большие проблемы у нас в правовом отношении, очень большие проблемы с образованием, проблемы социальные, очень большие проблемы. С образованием, да, действительно есть. Чтобы устроить нашу девочку, вот, которая в данное время учится в Когульском медучилище, мне пришлось пойти на прием даже к министру. Есть проблемы и большие. Я думаю, что вообще для детей цыган, хоть и господин президент Республики Молдова выступал и говорил, что в каждом высшем учебном заведении есть места для наших цыган, но их очень тяжело, нам достается очень тяжело, чтобы выбить эти места, чтобы дети наши поступили туда. Потому что, скажу почему, потому что в паспортах обычно мы пишем все молдаване, гагаузами, болгаринами, мало цыган, которые действительно написаны в паспортах, что они действительно есть цыгане. Очень тяжело у нас материальное положение у цыган. И к школе дети обычно не полностью готовы именно материал, именно в смысле того, чтобы подготовки к школе. Школа дала в этом году не школа, а мэрия города. Примария дала им по 200 рублей. Вы знаете, что такое 200 рублей в наше время, сколько стоят учебники, сколько стоят тетради. И какие дорогие канцелярские принадлежности для ребенка. А кроме того, еще ведь одежда нужна, обувь нужна. И нам очень тяжело в этом отношении. Ну, родители стараются. Я бы не сказала, что в этот раз нам в этом году дети ходят, многие дети ходят в школу, может быть, с большими перебоями, но все-таки ходят. Я довольна и тем, что много учеников в этом году пошло в седьмую школу. Там очень хороший директор в седьмой школе, и тоже помогает им и материально, и в отношении книг, школьных, то есть принадлежностей. И поэтому там легче. В первой школе тоже помогают. Я не могу сказать. Лицей молдавский, комрадский тоже помогает детям. В течение полутора лет я обслуживала своих цыган гуманитарной помощи. Там была очень ощутимая гуманитарная помощь, но мы давали людям до 45-го года рождения. То есть это связано с немецкой... С Германией, вернее, эта помощь была. Связано с Великой Отечественной войной. Это нашлись люди, которые нам помогли, и была очень ощутимая помощь. В настоящее время мы работаем по компенсациям, тоже с Международной организацией по иммиграции, именно с Женевой. Пишем туда письма, отсылаем анкеты, и начали уже приходить компенсации. В этом году я вообще хочу отблагодарить исполком ГАГУЗИ, мэрию нашей, примара, именно нашего комрада, комрада, потому что выделены деньги и на... посвященные, вернее, выделены деньги на проведение праздника день 7 апреля. Я бы пожелала своим цыганам здоровья, успехов, благополучия в семейной жизни и всего самого-самого хорошего. От всей души еще раз поздравляю с праздником и желаю благополучия и хорошего отношения друг к другу. Я так понимаю, что дата 7-8, да, отмечается этот праздник? Нет, это было... Всегда было 8-го числа, просто мама делала все время на день раньше, чтобы можно было повезти Рома в Кишинев, чтобы они тоже там могли бы участвовать в мероприятиях, потому что у нас был дефицит артистов, и если бы мы артистов приглашали 8-го, они бы там были бы забиты уже. И тогда мы приглашали сюда артистов, они здесь танцевали 7-го, и поэтому по привычке мы начали здесь 7-го. Вот Мария Захаровна продлевала вам праздник. Но теперь, так как у нас есть уже свои танцевальные коллективы, мы можем уже и 8-го делать, уже пора возвращаться. Пора возвращаться. Антонина Ивановна, я бы хотела, чтобы вы вспомнили Марию Захаровну. Я видела, как вы внимательно смотрели ее выступление. Каким она была человеком все же? Мария Захаровна была очень мудрая женщина. И в то же время очень скромная. Мы с ней, когда общались, какие-то планы строили. Она говорит, вот нужна помощь и такая, вот и такая. Ну, говорит, не знаю, вряд ли получится, но мы все равно давайте попробуем. И вот она была очень целеустремленным человеком и очень добрым. Мне даже кажется, мы очень часто спрашиваем женщин-лидеров, женщин, кто в политике, женщин, кто в бизнесе, а как же вы дома, да? То есть как вы успеваете дома везти своих детей? И для нас всегда была проблема. Вы знаете, надо не забывать своим детям тоже говорить, что мы их любим, потому что, да, мы где-то лидеры, мы отстаиваем права гагаузов, права ромов, права женщин и так далее. Но наши дети тоже нуждаются в том, чтобы мы их тоже любили. И вот это, вот такие у нас с ней были разговоры тоже между собой. Но когда шла речь о том, что нужно написать заявку на финансирование, она говорит, Антонина, что от нас нужно? Какая информация? Мы сейчас все соберем. Сколько человек нуждаются, где они живут и так далее. Она была очень оперативным, очень любила все красиво спланировать. Ответственной, да? Она была очень ответственной. И с другой стороны, она была веселой и жизнерадостной. То есть вот я думаю, что не только ромы, но вообще наши люди, на таких людей нужно равняться. Это безусловно. Это, знаете, как одна из легенд гагаузии. Это действительно так. Спасибо, Антонина Ивановна. Михаил Петрович. Да, я хотел бы продолжить. Тетю Машу, ну, будем так в эфире, чтобы было более серьезно. Раз вы сказали о Маре Васильевне Марунеевиче, очень красиво Ирину вы сопоставили. Потому что Мария Захаровна, она действительно тоже женщина-легенда. Женщина-легенда гагаузского народа. Потому что у нас, как сказала Антонина Ивановна, в этом и прелесть нашего народа, что мы же, когда собираемся где-то, вот и ромы, и гагаузы, и молдаване, и русские, и украинцы, Антонина Ивановна как раз об этом начала тихонечко говорить, мы все переходим на тот язык, который понимаем все. И мы начинаем общаться. Так вот, у Марии Захаровны было так. Мы приходили там в гараж на ДСУ, к дяде Косте, к Коксакалу. Там у него всегда бочечки, все солидно. Он был такой педантный, все, там маленькие такие рюмочки. Мы были шапорами, просто нам было интересно, компот быстро. А вот Мария Захаровна кричала, Костя, что ты там их держишь? А ну давай. И у них веранда была такая, помнишь, такая хорошая. Видно было, что там всегда были гости, потому что и кресла. Ну, очень интеллигентные цыгане. Вот я вот ребенком был, для меня, ну, у нас соседи были, мы сами с простой, с многодетной семьи. Ну, скромные, как бы, многодетная семья, одно, второе. А вот к ним, когда приходили, все вот видно, картины, ну, интеллигенция. Вот, и Мария Захаровна, там, вот, как вы сейчас сказали, много книг, очень это самое. И вот мы приходили, она, вот я, как сейчас помню, вот я несколько раз попадал, и вот по человеку судят, когда он встречает гостей. Она вот все, что у нее в холодильнике, все, что это, она ставит за стол. Мы со старшими, а я со старшими братьями заходил, они дружили, мой дядя родной, он дружил с папой Сережиным. И вот она ставила стол, накрывала и говорила, пока не наедитесь, не встаете со стола. То есть, потом, потом мы были постарше уже, я был уже в юном возрасте, очень часто тоже, она какие-то вопросы обращалась, мы по молодости тоже поддерживали ее. Поддержка какая? Просто поговорить, вот она вот соберет, допустим, нас там, вот по наводнению, к примеру даже. И вот давайте вместе этот вопрос надо продвинуть. И в мэрии, и в исполкоме. То есть, мы дружно, мы, конечно, не были цыганями, но это была боль общая, да? И вот она, она как такая, вожак стаи такой, она вот как мама, как всех собирала. Я помню несколько случаев, действительно, вот тогда затопило, и очень правильно Ирине сказали, что там не только жили ромы, по Котовской. Там жили и другие, и гагаузы, и болгары, и молдаване. Вот она бегала вот за всю улицу. Все получили. Все получали тогда. Поэтому у меня ассоциация тоже с Марьей Захарной, и с супругом, здесь Костей, с бароном гагаузи. Это, мне кажется, так надо жить, потому что, вы видите, годы летят, и вроде бы нету. А мы о них так вспоминаем. Мы действительно помним. Как будто они здесь есть с нами. Они в наших сердцах остались. Мне кажется, ценнее вот этого ничего нету. Она вот, как сказала Антонина Ивановна, она преданно подходила к своему народу, к своей идее, и ко всему подходила ответственно. Мне кажется, и вот она воспитала и ребят своих, и вот это дело их не живет еще. Вы видите, автономия образовалась в 1994 году, а их организация уже в 1998 году. Это получается, что где-то рядом, как и автономия, так же и организация, живут вместе ромская. То есть, это говорит о глубоком, дальнем виде тех лидеров того времени. Поэтому, я думаю, этот праздник, который прошел, и мы увидели такой приятный, красивый праздник, мне кажется, что в этом направлении надо двигаться. И это тоже часть нашей культуры, это сила гагаузского народа, чтобы мы показывали, что среди нас есть такие братья и сестры, которые живут и продвигают свою культуру. Мы гагаузы часто говорим о своей языковой проблеме. Она у нас есть, мы это признаем, что наш родной язык сейчас переживает непростые времена. И стараемся изменить ситуацию, конечно, мы уже далеко пошли в этом вопросе, я уверена, что прорвемся и дальше. Вот какова ситуация у вас, Сергей? Все ли представители народа ромов знают свой родной язык? Сказать, что все нет. Не все. Потому что мы всегда кочевали, всегда были кочевые, всегда нас преследовали, пережили геноцид, холокост, пережили и не имели места. И может быть, имеет еще значение, что мы не имеем своей какой-то отдельной земли, в которой бы собрались жить. Но Всемирный Союз Цыган, когда собирался в 71-м году в Лондоне, они пришли к выводу, что и там были представители 20-ти развитых стран на уровне премьер-министров, они пришли к выводу, что невозможно поселить ромов в какой-то определенной одной стране, потому что у нас из-за того, что за тысячу лет они пересекли весь мир, язык немножко где-то там поменялся, там, там, то есть языковая проблема 80 наречий всего в ромском языке это очень большая проблема. И они пришли к выводу развивать общинные организации на местах того проживания, где они были и взаимодействовать с властью, взаимодействовать, а также и с людьми. И поэтому они носители, мы сейчас носители культуры получаемся со всего мира, то есть а язык сохранили, почему сохранили? Потому что я все время объясняю так, как можно было сохранить свой язык. Ну вот ты приезжаешь в чужую страну, например, Гагуз, я прошу прощения, что приезжали в Москву зарабатывать. И когда он не хочет, чтобы кто-то его слышал, чтобы понял какой-то другой рядом, он начинает с ним на Гагузском разговаривать. А мы, находясь все время в какой-то недружественной среде, это было выживание для нас. Поэтому мы говорили на цыганском языке, и это хочешь-не хочешь был как процесс выживания. Поэтому вот таким образом мы сохранили свое... Сергей, сейчас ваши права в Гагузской автономии и вообще в республике Молдовы в целом сохранены? Что? Ваши права? Ну, права... На ваш взгляд? Идеальны, идеальны для... Да не только для нас, и для всех жителей Молдовы идеальными правами. Я думаю, что мы не можем похвалиться, потому что всегда будет чьи-то интересы превалировать над другими интересами. Вот. Мы этническое вещество, мы не хотим, не жаждаем каких-то особых к себе отношений, полномочий, но хотя бы на уровне человеческих так отношений. Поэтому наше существование, наша жизнь в данных условиях, в Гагаузе, в Молдове, она очень сильно зависит все-таки от тех властей, в чьи руки мы попадаем. То есть мы выбираем власть, это очень важно, в чьи руки мы попадем, потому что если человек склонен к стереотипам, да, он стал в власти. Потому что его не проверяют на детекторе лжи или на стереотипности, когда он избирается. Он просто говорит, я обещаю это, это, и люди верят ему. А вот если бы... И поэтому бывает, что во власть попадают люди, которые где-то в душе, где-то внутри недолюбливают ромов, да, и поэтому они перестают обращать внимание на них. Я думаю, что нет таких... Нет, в те времена, когда была мама представителем цыганской общины, тогда была другая власть немножко. И тогда еще общественные институты развивались на начальном этапе, и не было такой политизированности. И поэтому все стремились как бы... Ага, вот давайте поможем. Как бы больше дружбы было. Так же с языком. Так же с языком я хочу закончить. Так же с языком. Люди жили беднее и уважали друг друга, и ходили друг в гости, и поэтому они не стеснялись разговаривать на другом языке, и знали язык и гагаузский, и болгарский. А мы сейчас даже свой не знаем, потому что мы ненавидим сами друг друга, поэтому как мы будем разговаривать на этом языке? Мы даже перестаем общаться уже об этом. Поэтому я считаю, что проблема языка должна, должно в корне пересмотреть для того, чтобы его сохранить. И брать, и если взять пример другого народа, почему бы и нет, если взять проблемы другого народа? Поэтому я думаю, что гагаузский язык, он не умрет, потому что может в автономии стали меньше на нем говорить, но диаспора, которая живет в России, в других странах, они сто процентов не забудут. Спасибо, Сергей Коктевич. Антонина Ивановна, что вы скажете по этому вопросу? Я хочу сказать, что уже как бы немножко владеем динамикой. Если мы создалась организация наша в 98-м и следом в 99-м община, цыганская община, то положение, дел, такая ситуация, которая была тогда и которая сейчас, они очень отличаются. во-первых, кроме гендерных стереотипов, и вот стереотипов отношения к ромской национальности тогда были очень сильны. Но мы шаг за шагом идет информирование, сейчас интернет очень, так скажем, интенсивно работает. и вот в Молдове сейчас принята такая стратегия, стратегия укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017-2027 год. Видите? 2017, а что было до? 10 лет, да. А что было до? Да, вот до 2017-го как раз вот институты гражданского общества очень усиленно боролись за то, чтобы продвигать это. Она же не родилась, вот взялась и родилась стратегия, потому что захотелось правительству, да, и ее она принята решением парламента номер 1464 30 декабря 2016-го года. То есть это как уже такой результат такой плодотворной работы тех активистов ромской национальности, которые за это боролись. И сегодня работает программа поддержки населения Рома, конкретно в республике Молдова на 2022-2025 годы принято правительство Молдовы. В рамках вот этой политики, в рамках этой программы уже есть финансирование, хоть частичное, но уже было решено, что будут наняты 53 общинных посредников, ну, как бы медиаторов для ромов. Как Феличия Блудой. как Феличия Блудой. Но я хочу сказать, что мы работали с Феличией, когда писали атернативный отчет Республики Молдова, деклад Республики Молдова по вопросам предотвращения или искоренения расовой дискриминации. Это буквально мы в марте писали, потому что вот сейчас, с сегодняшнего дня, с 8 апреля по 26 апреля проходит специализированная сессия в Организации Объединенных Наций по соблюдению или выполнению конвенции по предотвращению всех форм расовой дискриминации. Это очень важно. Эту международную конвенцию Молдова подписала и ратифицировала. Но почему мы писали этот атернативный отчет? Потому что да, правительство пишет, у нас все хорошо, у нас законы хорошие, у нас все соблюдается. А со своей стороны Организация Объединенных Наций поддерживает те общественные организации, которые могут с мест дать информацию, как на самом деле, какая ситуация. Вот, например, если у нас по времени, я хочу сказать, Если кратко, да, конечно. Да, кратко. Значит, посредники общины, это замечательно, да, то есть они представляют конкретно интересы своей народности, да, но только в тех населенных пунктах, где больше ста человек ромов, да, то есть да, в Камрате их 300, там было бы 150, все равно, вот есть Филичия Булду, и спасибо ей. Но она помогает, то есть она может помогать только тем, кто проживает в городе Камрат. На сегодня вот у нас в селе Ферапонтьевка 50, примерно 50 ромов. Никогда нельзя сказать, сколько ромов проживает, потому что они мигрируют. Вот, все, там уже не положен советец, советник или медиатор. В селе Кангас, в селе Кангас у них 60, ну, причем вот эти 60, это в основном беженцы с Украины, которые проживают в центре для беженцев, но они там долго живут, их права тоже там многие, допустим, нуждаются в том, чтобы им рассказали о законах республики. Ну, разные есть вопросы. Просто я хочу сказать, что вот тут, да, Филича я буду из Камрати, но в Камрадском районе ее нет общинного посредника. И вот сейчас мы в этом альтернативном отчете, мы как рекомендацию прописали, это мы советовались и с Ромом, и с других населенных пунктов, вот, чтобы этот общинный советник, его полномочия расширились на район, потому что маленькие населенные пункты, где много ромов, они остаются. Сейчас я дополню. Если кратко, только с Викторией здесь, что дальше. Спасибо. Я еще 8 лет предлагал правительству Республики Молдова, что, учитывая специфику гагаузской автономии, внести должность общинного посредника по Гагаузии. И потом по местам, чтобы охватить всех ромов, потому что получается, эти ромы, которые живут в Ферапонте, в Кивчек-Майдане, в Кангазе, они ущемлены, получается, чтобы развить сеть ромских посредников, и чтобы был один посредник, который именно будет по Гагаузии распределять эту работу, потому что у нас специфика такая. Уважаемые гости, совсем недавно в программе, в гостях программы «Обсуждаем вместе» были представители молодежь, представители ромской национальности, среди которых была Фелича Блудой со своим братом Василием. Так вот, ребята рассказали, что с этого года их поддерживают и стипендии, для того, чтобы они имели доступ к образованию, и теперь вся молодежь пользуется этим, это хороший бонус, и очень радует, что такая ситуация у нас все-таки сейчас есть. Ирина, если вы позволите, буквально одну минутку, я хочу сказать, что большое спасибо, вот, хочу выразить, Фелича Блудой, за то, что она приняла активное участие в написании вот этого альтернативного отчета, которому вот эту рекомендацию мы передали в ООН, организация объединения. Как это здорово, есть чем гордиться. Уважаемые коллеги, вывезите, пожалуйста, на экран еще архивные сюжеты. Халклар арасы Чингенелерин гюненыша намасы кавелинды бютюн дюннеден Чингенелерин конгрессинда, ангысы апрель 8-инде 1971-и илында гюнен. Болуш топлады 30 девлетин темсильчилерни. Молдова-да Чингенелер 500 иллык yaşарлар, да бизе гелер, они буэнсанлар ичин биз хепсени билериз. Буэтнос ичин темасыз, юкнасал хич рус класика литературасны темсилетмэ. Бушкинден хем Достойевскиден Толстойадан хем Горкиядан. Ама доурадан демея бизим аннамаларымыз бухалк ичин онын историасы хем бюнгю гюнда ичин чоэндан курулдылар олмамыш ичин аннатмаларымдан хем дил доуру стереотиплардан. Молдова-да янныш сайлара гёре 20 бинден зейдя чингена яшайармышмыш. Буну бизе ациклады комрат долайн чингенелерин цюмленин башы Мария Думиника. О сэлэдэ ани аналан сайлар доурулай дил хич якында. Кими романларын паспортлары да yok. Оноштан онлар сайыя да койылмадылар бюнгю гюнгю бюнгю 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 проблемасы юренмэк. Бухем башка сорушлар ацикладылар комратта гечмеш томбарлак масасында. Ангысын долайнда топландылар Гагавузия'nın халк топлушун башын yardımcısı Иван Чыбан, башканы yardımcısı социал сорушларында Евгения Чорба, комратын примары Николай Дудогла, хем Гагавузия чингена община нын темсилцелёры. Булышманын пайланлары юренмэк ичин сорушун чозюлмэсинда биртюрлі дюшінмэя гэлдилер. Аня лазым хепси işлэри yapма дени бу халкын ушаклары юренсинэр. Бүн саді 10 киши комратын школаларинда хем лицелериндэ юренер бундан кааря бакылды колай якынларда Гагавузиян меркезиндэ Молдова'н юлин тарафында яшайан чингенэлэр ичин культур меркезині ацма дени генчэр болзаманны файдалы гэчэрсинэр. Меркездэ пазар окулу да ацэлабілецек. Булышмада хепэлэ бакылдар чингенэлэр ичин ищ иерлерин куруласыннан баўи сорушула. Хем дэ башка халкларын тарафынан бу халкларынэр. Очень интересный сюжет на гагаузском языке подготовленный моей коллегой. У нас есть еще один насколько я понимаю сюжет. Ребята, вы видите на экран и мы потом поговорим если можно. халкларынэр. халкларынсэр, халкларынсэр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 как они. Но мы должны стремиться быть похожими на них. Поэтому и что у папы была планка высокая, что и у мамы была высокая планка. Я сначала думал, что когда они были живы, я думал, что это все просто, это все просто этого достичь, просто пройти. Почему так думал? Каждый ребенок, наверное, так думает, потому что они знают то, через что они прошли. Вот мы в начале разговора говорили, что вот мама так добивалась. Вот Антонина приятные слова говорила. Но на самом деле, что ей пришлось пережить, чтобы стать таким человеком? Что ей пришлось пережить, чтобы бороться за жизнь? Значит, она знала, что такое решение, она знала, что такое трудности, она знала, что такое быть необразованным. И она даже в школу меня когда посылала, говорит, ты должен учиться лучше всех, чтобы тебя никто цыганом не называл. То есть они в любом случае проходили какие-то эти моменты, потому что это было после голодовки, после военное время такое. И сказать, что все так же, все жили плохо и тяжело, поэтому они были дружными. Я иногда думаю, может, всех это, ну, лишить всех денег, чтобы все стали добрее, может быть, Миша, отрубить всех. Но я ухожу от темы. Любые родители, всем пример, и для нас, мы, наверное, такими не станем. И вот у мамы всегда была целеустремленная. Она приходила, она вечером уставшая, ходила там, там, помогала Ромам, приходила и сказала, все, больше не буду ходить. Утром опять шла. С новыми силами, да? С новыми силами опять шла. И так постоянно. Они много раз ее разочаровывали, но она все равно до последнего им помогала. Сергей, разрешите задать вам еще один вопрос? Скажите, пожалуйста, вы можете гордо называть себя представителем ромской национальности? Я старался. Вообще, в любом случае, я в своей жизни старался так же самое брать пример у мамы и помогать, и у папы помогать Ромам. Ни один человек здесь не прошел мимо меня. И ни одну проблему я тоже не пропустил мимо себя. Даже вот восхваленная Феличия Блудой, я тоже писал за нее и характеристики, и ходатай, чтобы она поступила. Она была очень слабым по образованию ребенком, и настройками закончила. Вот видите, общественная работа ее окрылила, знаете, я вот она встала. Ну, потянулась, конечно. Да, потянула ее. Самое главное, что вы... Да, я брал ее на семинары, она говорит, я не знаю, что говорить. Я говорю, ничего страшного, потихонечку, получишь вот результат, видите, уже играет. Да, надо отметить, что сейчас они приходят. Вырос ребенок, ребенок вырос. Очень интересный, да. Вырос ребенок. А ей тоже... В нее никто не верил. А мне, знаете, что понравилось? Я не смотрел на ее умственные способности. Я смотрел, что она... Умственные в любом случае были. У нее была жажда. Жажда была жажда. Жажда была что-то делать, жажда добиться чего. Примести пользу. Да, жажда чего-то добиться, потому что девочки, которые с ней учились на курсе, они на отлично учились, на девятке все. Но я их пытался потянуть к общественной работе, а им было неинтересно. То есть образование немножко меняет, меняет менталитет ромских и парней, и девочек. Меняет. Они перестают себя ассоциировать с ромской жизнью. Они... И мне приятно, что она... Вот эту цереструменность. Я заметил в ней вот эту цереструменность. Заканчивается время. Сергей, благодарю вас. Михаил Петрович. Да. Ну, вы знаете, сегодняшняя передача для меня это тоже, честно говоря, открытие. Потому что, когда мы общаемся вот в обычной среде, эти все проблемы, они, в принципе, существуют у всех народностей. Но вы видите, что каждый борется. Вот каждый из нас борется. Малочисленный народ тоже отстаивает свой этнос. И вот здесь Сергей сказал по поводу языка. Я честно вам скажу, я не знаю ни одного рома, ни одного цыгана, который не знает свой родной язык. Вот честно вам скажу, вот вы здесь заметили, что у гагрузов есть сложности. Да, есть. А вот у них, они вот с молоком матери все вот это вот начинается. Сергей чуть раскрыл для того, что они постоянно боятся чего-то. Вот у них это как инстинкт самосохранения, потому что они по всему миру. У них вся земля, это родная земля, так? И поэтому вот закругляясь, я хочу сказать, что сегодняшнее руководство автономии, я вижу и знаю, что оно открыто ко всем мероприятиям. И я уверен, что вы, Антония Ивановна, тоже можете подтвердить, что коммуникация есть. И слава Богу, и Сергею Константиновичу, надо просто больше инициатив. И я здесь с Сергеем Константиновичем согласен. Вот если у этой девочки получается, то есть наделить ее большими полномочиями, чтобы Камрадский район взять полностью, потому что и Кангас, и Чакмайдан, и Терапонтьевка страдается. То есть тут нужно, мне кажется, сделать целую программу, и целый год, чтобы они были под бдительным глазом руководства автономии, чтобы, как говорится, на коротке решать. Не так уж много у нас здесь Рома в Гагаузии, которые нуждаются в какой-то поддержке. Сегодня, если взять, все у нас нуждаются, правильно? И пенсионеры, и инвалиды, и матеря-одиночки, и многодетные, и так далее. То есть, но вот Ромы тоже где-то рядышком должны быть с нами, чтобы они были в обзоре внимания руководства. Я думаю, что все будет хорошо. Я в этот прекрасный день хочу пожелать всем Ромам на земле мира, добра и благополучия, чтобы вы продолжали деятельность, ту, которую вы унаследовали у своих родителей, потому что, как Сергей сказал, на самом деле, это одна из тех обиженных народов, которые постоянно всю жизнь угнетали. Вы понимаете, они не от хорошей жизни кочевники. Это мы, Гагаузы, тоже. Вы знаете, были и на Балканах, и на Алтае. И вот сегодня у нас есть буржуарские степи. Мы как-то бережем вот этот вот кусочек, клочок земли, поэтому мне это знакомо и близко, потому что наши дедушки и бабушки тоже прошли этот сложный период, и ту же голодовку прошли вместе с Ромами. Поэтому я желаю всем нам, чтобы мы были добрее друг к другу, чтобы мы были открыты, и если есть возможность помогать, чтобы мы... И делили друг друга. Конечно, чтобы мы помогали всегда. Вот есть возможность помочь, чтобы мы от всей души это делали. Вот это очень важно. Чтобы вопрос национальности всегда стоял в самом последнем моменте. Антонина Ивановна. Я тоже в завершение хочу еще раз поздравить всех Ромов Гагаузии с таким замечательным праздником. Праздником, в который они могут, не имея своей где-то земли, там, своей территории, они имеют свой праздник, они имеют свою замечательную культуру, они имеют свой язык, они имеют свои традиции, и чтобы они были счастливы, чтобы они действительно поддерживали друг друга, что им, а мы всегда готовы им помочь. Это так здорово, что вы есть друг у друга. Помимо того, что сегодня этот праздник отмечается и в Гагаузской, автономия, он вчера начал отмечаться, сегодня и в новостях у нас выйдет несколько сюжет на эту тему, об этом мероприятии, программу мы сегодня записали. Я уверена, что мы еще не раз собираемся в этой студии и поговорим на эту тему, потому что вопросов осталось много и есть о чем поговорить. Я хочу отметить, что сегодня на своей страничке в Facebook президент Республики Молдова Майя Санду также направила поздравления по случаю Международного дня ромов. Она ценит тот факт, что все больше родителей ромов выбирают лучшее будущее для своих детей. Европейское будущее, которое проходит через школу. Это заслуга семьи Института общинного посредника. История культуры народа, которому вы принадлежите без цены для нашего европейского наследия, которое проставляет и ценит разнообразие. Международный день ромов это еще одна возможность осознать необходимость единения, взаимопонимания, принятия всех мер борьбы с дискриминацией и обеспечения интеграции в общество. Ну и мы в Гагуской автономии присоединяемся ко всем поздравлениям тех ромов, которые живут на нашей территории. Мы желаем вам в первую очередь, конечно же, здоровья, берегите себя и своих близких. Уважаемые телезрители, это была программа «Обсуждаем вместе» на канале ГРТ. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас был Сергей Доминика, председатель ассоциации Рома в Гагаузии, Михаил Влах, советник Башкана по взаимоотношениям со СМИ, а также Антонина Волкова, исполняющий директор общественной организации Веста. Оставайтесь с нами на канале ГРТ, у нас всегда интересно. До встречи.